Доктор философских наук 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 значит, к нему с неба. А это выросло из условий его индивидуального развития. Именно сначала из его отношений в семье. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он уже с детства, с юношеских лет, часто действовал не как дети по произволу, а по брату. Скажем, его спрашивают, как ты будешь делать, что ты будешь здесь делать? А я как Саша? Куда ты поедешь там на лето? Где ты хочешь отдыхать? А я где Саша? Значит, там какие-то еще вещи. А как Саша? То есть, Саша у него был принцип, он действовал по принципу. И это принцип не какой-то тоже случайный внешний, а принцип, относящийся к делу. Почему? Потому что Александр Ильич Ульянов, он с юных лет обладал некоторым обаянием, которое отметили его университетские друзья и санкт-петербургские знакомые. Поэтому среди его знакомых были, скажем, Столыпин молодой, Вернацкий Владимир Иванович, академик будущий, Юзеф Пилсудский, это брат, значит, польского министра, тоже выдающаяся личность по-своему. И так далее. В семье, конечно, в гимназии такой он был, достаточно авторитет. И когда он учился в Петербурге, он, оказывается, занимался рабочими, просвещал рабочих, читал «Капитал» Маркса. И молодой, собственно, их разница была пять лет. Молодой Ленин тоже в этом ему следовал и, значит, пытался читать и даже переводить «Капитал» с немецкого. Это ещё в семинарии. И когда в 17 лет он узнал о том, что брат, значит, арестован и будет казнён, а потом и казнён, для него это было шоком. И как-то раньше я вот не связывал вот этот шок Ленина с шоком Платона. Это вот только занимаясь сейчас в этом году этой темой, я вдруг связал эти вещи. Что ведь Платон стал великим философом тоже под воздействием такого шока. Значит, в 18-20 лет у него был учителем и авторитетом Сократ. И вот он с этим Сократом, значит, ходил там по Афинам, по базарам, дискутировал. Сократ был для него величайшим авторитетом. И вдруг этого Сократа арестовывают, судят за то, что он, значит, отвращает молодёжь от религии и занимает их там какой-то философией и присуждают к смертной казни. И для Платона это был шок и кризис. Значит, я думаю, что вот под таким воздействием потом Платон и стал таким убеждённым последователем и развивателем Сократа. И Ленин, вот он в 17 лет испытывает точно такой шок. Не как он нынче приписывает, что там вот Ленин там мстил, значит, царю за убийство брата. Это, конечно, наивно и грубо, и наивно. Но что вот такой шок он испытал, значит, от того, что его авторитет вот так вот, значит, погиб, я считаю, что это безусловно. И начатки он получил ориентации на рабочий класс на чтение Капитала Марса. Поэтому, когда он потом приехал в Саратов и начал заниматься с рабочими, и начал с ними изучать и переводить даже Карла Марса с немецкого, то тут уже как бы ничего и не было. Это он продолжал, собственно, вот эти вот начатки, которые он получил ещё из взаимодействия с братом. К сожалению, вот этот перевод не сохранился, но рабочий в воспоминаниях, значит, констатирует, что у него была такая часть перевода Капитала Марса. Ну и потом надо сказать в дальнейшем, скажем, когда вы читаете Ленина, вы часто встречаете, что всё время опирается он на истину. Значит, действительно истиной там станет демократия, когда будет возможен отзыв депутатов. Там, скажем, небольшая такая заметка, там даже такая подготовка резолюции, но в ней несколько раз вспоминает истина. Или когда партийные документы, программу партии обсуждают, почитайте. Он всё время, если кого-то критикует, это неверно, потому что это не соответствует действительности, это не истина потому-то, потому-то и потому-то. То есть для него истина, она всегда вот здесь, всегда рядом, всегда он её преследует, безусловно. Ну или, скажем, будущий академик Варга, это в 18-м году он ещё не был академиком, но Варга там с ним что-то такое советуется, что, мол, это как-то, ну, может быть, как-то скрыть. Ленин ему разъясняет, правду нельзя скрывать. Значит, правду надо доносить, если она есть. Другое дело, что, может быть, не для всех. Какие-то партийные вещи, да, они касаются только членов партии, поэтому их во мне, значит, можно не выносить. А вообще, правда, она нужна всем. И правда у него в этом контексте, она используется как синоним истины. Может быть, не все различают правду и истину, да. Правда – это односторонняя истина. Истина – это, ну, может так выразиться, что и сторонняя правда. И Ленин-то эти вещи чувствовал. Значит, ну и, безусловно, исследование, конечно. Если он сделал истинный вывод, он этому выводу следует. Ну, вот сегодня, скажем, вспомнили в одном докладе, например, Брестский мир, ситуацию по поводу Брестского мира. Таких ситуаций было много. И одна ситуация была, в общем, ситуация такого идейного кризиса. Я имею в виду, когда в начале девятьсотых годов группа большевиков, в том числе большевиков, занялась так называемым богостроительством, богоискательством. И это было настолько остро для партии, что Ленин вынужден был погрузиться в проблемы философской более глубоко, написал выдающуюся работу «Материализм и империокрецизм», где фактически дает такую теорию истины. И вот я только сейчас обратил внимание, что в некоторых местах Ленин говорит, упрекает своих оппонентов, что они не знают, собственно говоря, учебника. Все эти истины, которые они нарушают, это истины учебника. И из вот этого контекста чувствуется, что он, хотя и рассказывает очень глубокую теорию фактически истины, он ее говорит как бы не свою теорию, а говорит, что это вот классики так делают. Вот по-марсийски это вот так. Не по-моему, а по-марсийски. Что Ленин говорит, Энгельс говорит по этому поводу, вот так. И я думаю, что вот из этого кризиса он и для себя кое-что вывел. А именно, он понял, что какие-то вещи, но они недоработаны. В частности, вопрос о критерии истины. Скажем, если вы почитаете эту работу, и я раньше читал, я понял, что истины и критерии и истины у него некоторым образом рядоположены. Вот истина есть, а есть вот критерии. И вот если мы приложим, значит, одно к другому, это, собственно, и есть такое понимание, которое идет еще из древнегреческих эмпириков, из Перона. И я думаю, что вот эту занозу он как-то ее почувствовал, во-первых. Во-вторых, в скорости возник кризис, такой политический мировой кризис, связанный с началом Второй мировой войны. Когда началась Вторая мировая война, как вы знаете, Второй интернационал рухнул. Он отказался от тех принципов и постулатов, которые были приняты Базельским конгрессом в 12-м году. Ленин, как и в ситуации с Брестским миром, оказался один фактически, который остался на принципах этого Базельского конгресса. И он оказался в кризисе, что чувствует, что что-то не хватает не у них и, видимо, индивидуально у него. А надо сказать, что в гимназии у него отличный диплом, но в нем все-таки есть одна четверка. И четверку ему поставил не кто-нибудь, а, значит, отец Керезгва, который был тогда руководителем этой гимназии. И по отзывам, что вроде был такой серьезный человек. Но Владимир Ильич получил четверку. И вот я теперь думаю, что он получил четверку не за то, что он что-то не знал и не доучил, а он получил четверку за то, что, по воспоминаниям, это был ученик, ну, к которому всегда можно было обратиться и что-то выяснить. То есть он был лучшим. Не случайно у него, значит, диплом там чуть ли не золотой. Не чуть ли, а золотой. Значит, поэтому не в логике дело, а дело в формализме, с которой преподавалась логика, и которой он чувствовал внутреннее такое несогласие. Поэтому, видимо, это тоже у него заноза такая все-таки осталась со школьных дней. И вот в это время он начинает, он обращается к науке логики Гегеля. Значит, начинается война, война идет, острейшие социальные проблемы. Он занят серьезными политическими трактатами и студирует Гегеля по-немецки науку логики. Ее по-русски-то, я думаю, редко кто прочитал. Он студирует это по-немецки. И вот в 29 томе его собрание сочинений «Конспект этого Гегеля», и там видно, как он наконец решает вот эту проблему соотношения теории и практики. И понимает в это время, что теория – это и есть снятая практика. Значит, что практика лишь тогда действительно, когда она пронизана теорией, истинной теорией имеется в виду, что это два момента одного движения к истине. И даже, говорит, практика выше теории. Почему? Потому что она наряду с всеобщим еще имеет и преимущество непосредственной действительности. Непосредственно мы видим на опыте, на практике, так это или не так. Хотя и в 1908 году он говорит об относительности практики. Действительно, и мы видим относительность практики. Ну и время, к сожалению, заканчивается, думаю я. Значит, но все-таки два момента надо отметить. Первое, что и последней такой выдающейся его работой, можно сказать, является завещание. Завещание и коммунистам, и рабочему классу, и всем, кто хочет заниматься, значит, философскими вопросами или чем-то серьезным. Я имею в виду его работу о значении воинствующего материализма, где он в очередной и, можно сказать, последний раз говорит, что наша партия и редакторы журналов философских должны быть кружками по изучению диалектики Гегеля. Он опять напоминает, что вопрос об истине, вопрос о логике. Это серьезнейший, принципиальнейший вопрос. Или у вас это есть, и тогда вы побеждаете, или у вас это нет, и тогда ваша партия будет побеждаемой. Ну и мы убедились, что КПСС была побеждаемой партией, была побеждена. Поэтому я желаю, чтобы товарищи отнеслись к заветам Ленина всерьез, изучали науку логики, изучали логику и создали партию, которая будет действительно побеждающей. Спасибо. 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 Ну отчасти я сказал, но можно сказать и так. Ленин в этой самой гимназии, еще ему преподавали, и он опирался на аристотельское понимание истины. Истина есть в соответствии мысли предмету. Но он у Гегеля, он у Маркса раньше усвоил, что истина есть в соответствии понятия предмету. Не любого мышления, не любого колыхания сознания предмету, а понятия предмету. Когда человек доходит до понятия, а это бывает в теории, тогда он овладевает истиной. Если нету, не овладевает. Но есть и вторая сторона. Соответствие предмета понятию. То есть, когда мы освоили истину, мы уже смотрим на предмет, например, на товарища Огородникова. Соответствует он понятию коммуниста-то или не соответствует? Да. Раз он пришел на конференцию и выступает, он соответствует. Да. А скажем, кто-то там другой не ходит на конференции, не занимается научной работой в современных условиях. Они не коммунисты и соответствуют понятию коммуниства. АПЛОДИСМЕНТЫ